Значит, вы хотите уверенно общаться на немецком в повседневных ситуациях? Да, все верно. Прекрасно. Тогда мы с вами прямо сейчас начнем заниматься по моей уникальной авторской методике. Хорошо. Я читаю, вы повторяете. Поняла. Извините, но существительные в немецком пишутся с большой буквы и начало предложения тоже. Господи, ну напишите себе потом большими. Вы повторяете сейчас. Методика же уникальная. Господи, ну напишите себе. Жаль, что вы так учите немецкий. Это же такой логичный и мелодичный язык. Привет! На связи Дарья Ильина и у меня для вас важная информация. Исследования показывают, что люди, изучающие иностранный язык и имеющие сильный акцент, часто также испытывают проблемы с восприятием и пониманием речи носителей этого языка. Условно говоря, наш мозг во входящей информации ищет приблизительно то, что мы и сами умеем воспроизводить на неродном языке. Это я все к тому, что над немецким произношением стоит работать не только для того, чтобы нас понимали, жители Германии, но и чтобы мы сами лучше воспринимали и понимали немецкую речь и, соответственно, чувствовали себя увереннее в общении. Это действительно важно. Поэтому сегодня для зрителей канала настоящий подарок – разбор 10 самых частых и самых типичных особенностей произношения немецких звуков русскоговорящими, которые мы и называем акцентом. А основная ценность видео заключается в том, что разбор будет делать человек, профессионально разбирающийся в фонетиках как немецкого, так и русского языка. Я буду лишь ассистировать и показывать, как говорить не надо. Ставьте лайк и мы начинаем! Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Я немка и преподаватель по фонетике стандартного немецкого языка. Русский является для меня иностранным языком, который я начала изучать после школы. Поскольку у меня самой никогда не было личного тренера по произношению и акцент до сих пор присутствует, я понимаю, насколько трудно избавиться от него. Именно поэтому я хотела бы предоставить вам и другим эту возможность для немецкого языка. Поскольку большинство моих учеников – это русскоязычные, я хорошо знаю, по каким критериям немцы, конечно, неосознанно определяют ваш акцент и с какими трудностями в произношении вы сталкиваетесь. Как и Дарья, я использую транскрипцию международного фонетического алфавита, сокращенно МФА. В разных источниках и словарях, использующих МФА, можно встретить разные варианты транскрипции тех или иных слов, то есть единой системы транскрипции нет. Для немецкого языка, а также для своей работы, я выработала свою собственную упрощенную систему транскрипции на основе МФА, которая поможет вам более четко увидеть все проблемные места. В русском языке при акцентировании гласных звуков фактически произносятся два звука, то есть они нестабильные. Например, в слове «хорошо», «о», «хорошо». Я, конечно, утрирую, но суть в том, что для немецкого уха это слышится как дифтонг, как будто звук «о» переходит в звук «а», «хорошо». В свою очередь, в немецком языке гласное произносится с четким и чистым звуком, который поддерживается на протяжении всего произнесения, как будто звук в конце обрезается. У, и, э, и так далее. Там больше ничего нет. Русскоязычные часто перенимают эту нестабильность на немецкий гласную, поэтому слово «упа» может звучать как «опа», а слово «see» может звучать как «see», как-то так. Повторим представленную фразу. Mein Opa wohnt am Bodensee. Mein Opa wohnt am Bodensee. Сложность немецких гласных заключается не только в их стабильности, но также и в их качестве. У большинства немецких гласных букв, именно букв, есть два разных качества, то есть два разных звука. Речь идет о всех буквах, кроме «а» и «э», то есть «и», «и», «у», «ю», «о» и «ю». Возможно, вы уже слышали о долгих и кратких гласных в немецком языке. В то время как у букв «а» и «э» долгие и краткие варианты – один и тот же звук, у этих букв оба варианта – это два разных звука. То есть долгие и краткие варианты этих букв отличаются не только долготой, но и качеством. Так как в большинстве учебников и источников по изучению немецкого языка ни слова о качестве звуков, изучающие немецкий язык изначально учатся неправильному произношению. И носители русского языка, конечно же, выделяют только один звук для каждой немецкой буквы, а именно тот полудолгий звук из русского языка, который ближе всего звучит как название немецкой буквы, которое я только что упомянула. Но названия этих букв – это всего лишь долгие варианты. Поэтому немцы вычисляют ваш акцент именно по кратким вариантам этих букв, которые звучат так. В отличие от долгих вариантов, они произносятся более открыто. Это значит, что расстояние между спинкой языка и нёбом намного больше. В представленной фразе присутствуют звуки И, Э, О и О. То есть, вместо И мы говорим И, вместо Э мы говорим Э, вместо О мы говорим О, И, вместо У мы говорим О. Повторим представленную фразу. В русском языке в каждом слоге акцентируется именно гласный звук, из-за чего переход между гласным и согласным звуком звучит более-менее плавно. Это явление называется слабый отступ гласных. Такой же слабый отступ есть и в немецком. А именно, когда долгий гласный звук соединяется с согласным звуком. Но, как вы уже знаете из предыдущего пункта, в немецком есть и краткий гласный. И, когда в немецком с согласным звуком соединяется не долгий, а краткий гласный звук, то носитель немецкого языка неосознанно акцентирует не сам гласный звук, а согласный звук, который следует, из-за чего переход получается резким. И это явление называется сильный отступ гласных, которого в русском языке нет. У тех гласных букв, где есть два разных качества, мы этот сильный отступ, конечно, менее ощущаем. Однако, при произнесении кратких звуков букв А и Э, где долгий и краткий варианты, один и тот же звук, мы этот сильный отступ хорошо ощущаем. Так как буква А встречается чаще, я выбрала пример именно с этим звуком. Мне часто слышится русский полудолгий звук. Даже если русскоязычный человек знает, что такое краткие и долгие гласные, пока он делает акцент на гласный звук, для немецкого уха это все равно звучит слишком долго. Типичны слова Когда вы, например, произносите слово АЛЛЕС, то сразу думайте ЛЕС. То есть концентрируйтесь на согласном, чтобы блокировать звучание гласного. Но говорите АЛЛЕС. Повторим фразу. АЛЛЕС КЛАР. АЛЛЕС КЛАР. ОТТА. ВОИЗДИ ТОМАТЫ. ОТТУ. ВООЗДИ ТОМАТЫ. Безударные гласные в русском языке редуцируются. То есть они меняются в качестве, что часто переносится и на немецкие гласные. Самый очевидный случай – это когда немецкую букву О редуцируют, как русскую букву О в безударной позиции. Но мы не говорим ТОМАТЫ, а ТОМАТЫ. Повторим фразу. ОТТУ. ВО ИЗДИ ТОМАТЫ. ОТТУ. ВОЗДИ ТОМАТЫ. Согласитесь, что преподаватель, который понимает особенности немецкой и русской фонетических систем и может наглядно объяснить, как преодолеть трудности – это значительная помощь для изучающих. Если вы чувствуете, что ваше немецкое произношение нуждается в улучшении или в принципе хотите узнать свои слабые места в немецкой фонетике, очень рекомендую обратиться к Юлии. Это действительно стоящая инвестиция и экономия времени. Я уже воспользовалась такой услугой и теперь знаю, что у меня уже получается хорошо, а над чем еще необходимо поработать. И самое главное – как довести полученные знания до автоматизма в живом общении. Всю необходимую информацию о проекте, услугах и о том, как связаться с Юлей, вы найдете в описании к этому видео. Двойная согласная буква внутри основы в русском языке часто растягивается. Типичные примеры – группа сумма Анна – касса. В немецком же она в таком случае произносится как одинарная согласная буква. Она лишь указывает на краткий гласный звук перед ней. Значит, вместо «касса» говорят «касса». И вместо «анна» говорят «анна». Не забывайте про сильный отступ. Повторим фразу. Немецкие буквы «т», «п» и «к» в начале слога всегда произносятся с сильным придыханием или в конце слога перед речевой паузой. Мы себе представляем, что после них стоит буква «ха», как в слове «хунд», «собака», и мы ее читаем. Мы ее не всегда читаем, но когда мы ее читаем, то она просто является слабым выдохом. Например, в слове «тун» – «делать» присутствует слово «хун» – «курица» или «петух». «Тун», «хун», «тун». В слове «пакен» – «паковать» присутствует слово «хакен» – «рубить». «Пакен», 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 «пакен». А в слове «кennen» знает, присутствует слово «хенне». «Дуже курица». «Кennen», «хенне», «кennen». Во втором фразу. «Mein Auto ist kaputt». «Mein Auto ist kaputt». В немецком языке в конце каждого слова и слога бывают исключения, мы оглушаем согласно звуку. Типичные слова – это «вайблич», «зойкнесс», «фроундлич», «ліплинг» и «тэклич». То есть мы говорим не «митфроундличен грюсен», а «митфроундт». «Митфроундтліщен грюсен». «Митфроундличен грюсен». «Бис бальд». «Бис пальд». Что касается согласных звуков, то это, наверное, самый очевидный признак русского акцента. Когда в русском языке встречаются два согласных звука и второй из них звонкий, то эта звонкость переносится на первый согласный звук, то есть справа налево. Это явление называется регрессивное уподобление по звонкости. Типичный пример сделать «вокзал», «просьба», «экзамен» или «с другом». В свою очередь, когда в немецком встречаются два согласных звука и первый из них глухой, то эта глухость переносится на второй согласный звук, то есть слева направо. Это явление называется прогрессивное уподобление по глухости, то есть совсем наоборот. Получается, что представленную фразу мы произносим не как «бис бальд», а как «бис бальд». «Бис бальд». Когда в русском языке смягчают согласные звуки, то у носителей русского языка кончик языка сильно прижимается к небу. Например, «д», 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 «к», «ки», «л», «ли» и так далее. В немецком же такого нет. У нас есть понятия твёрдых и мягких согласных, но они имеют совсем другое значение. У каждого немецкого согласного есть только один из русской перспективы «твёрдый» вариант. И неважно, какой гласный звук следует после него, он не смягчается, то есть кончик языка не прижимается к небу. Например, слово «тиш» часто слышится как «тиш», «тиш». А слово «блайбен» слышится как «блайбен» или «блайбен». Повторим представленную фразу. И не забывайте также про уподобление поглухости. Блайбам тишсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс произнесении которого голосовые связки издают лёгкий щелчок. Он произносится в начале ударного слога, который начинается гласным звуком. В середине слов этот звук, наверное, воспринимается просто как пауза, поскольку он не соединяется с последним звуком предыдущего слога. Русскоязычные часто соединяют эти звуки без твёрдого приступа. Повторим последнюю фразу. Надеюсь, что вы узнали много интересной и полезной информации. Пишите в комментариях, какая особенность оказалась для вас самой неожиданной и уделяете ли вы время работе над произношением. На этом всё. Спасибо за внимание. До спать!